Японская компания ТЭПКО просит у налогоплательщиков триллион йен. Именно за такой суммой – это около 12 миллиардов долларов – обратился 29 марта оператор Фукусимы к правительству Японии в надежде избежать финансового краха. «Мы рассматривали различные способы, но наше финансовое состояние очень слабое, и неоткуда взять деньги, чтобы справиться со сложной ситуацией, в которой мы оказались. Поэтому мы не смогли избежать того, чтобы обратиться к общественным фондам за финансовой поддержкой посредством покупки наших акций». Когда-то ТЭПКО была одной из самых преуспевающих компаний не только в Японии, но и в мире. В марте прошлого года на страну обрушилось стихийное бедствие в виде землетрясения и цунами. На АЭС Фукусима-1, которая принадлежит ТЭПКО, произошла сильнейшая за 25 лет атомная катастрофа. После этого компания почти разорилась, пытаясь справиться с последствиями аварии и выплачивая пострадавшим триллионы йен компенсации. Кроме того, оператор Фукусима попросил ещё около 10 миллиардов долларов у фонда содействия по ликвидации ущерба от ядерных аварий, чтобы продолжать выплачивать компенсации жертвам. Общее число пострадавших от катастрофы на Фукусиме составляет более 160 тысяч. ТЭПКО снабжает электричеством около 45 миллионов человек. Сейчас правительство Японии хочет национализировать энергетического гиганта. Между тем, руководство компании пока настаивает на сохранении независимости. «Я верю, что для ТЭПКО важно оставаться частной компанией с целью поддержания частного сектора. Мы продолжим наши попытки по реорганизации, но хотим по-прежнему активно работать как частное предприятие». Между тем, ситуация на аварийной АЭС до сих пор так и не стабилизировалась. На этой неделе там обнаружили очередную утечку радиации.